Артефакты войны, как непроходящая память. В отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра открылась выставка к 9 мая. Жители уже не существующего поселения Сопка собрали ценные вещи, которые принадлежали фронтовикам деревни. Это немногим более 20 портретов, но каждый из них несет в себе целую историю. И пуля прошла через комсомольский билет. Правда, потом, после боя, у него были неприятности. Его спрашивали, почему комсомольский билет находится не на груди. Дырявый комсомольский билет – самое дорогое, что осталось у Галины Зыряновой от отца Изосима. Смьяч Уклиных из деревни Сопка отправила на войну двух сыновей – Иосифа и Изосима. Братья воевали на Ленинградском фронте и оба вернулись домой живыми. К сожалению, мы были тогда нелюбопытны. Сейчас мы очень жалеем, что мы очень мало расспрашивали и узнавали про то, как он воевал. Он в 43-м ушел и только в 50-м вернулся. После войны он еще служил в Забайкалье. Сегодня Галина Изосимовна бережно хранит вещи отца и охотно о них рассказывает. Когда готовилась выставка фронтовиков в деревне Сопка, не раздумывая, согласилась участвовать. Ведь из 25 мужчин, которых призвали на фронт из Сопки, домой возвратились лишь 12. Память о некоторых бойцах сохранилась лишь в паре фотографий. Они считаются без вести пропавшими. Вера Михайловна сделала все, чтобы снять этот печальный статус с имени своего дяди – Василия Федотова. Спустя 69 лет путем усердной архивной работы в Мурманске могила дяди была найдена. Он похоронен в братской могиле, мыс Мешуков. У меня такое было желание ехать, ехать и ехать. И счастье во мне было, что наконец-то этот долг исполнила родительский. Конечно, они меня об этом не просили, но вот у меня какая-то скорбь, что-то вот такое до сих пор осталось, потому что это очень сложная поездка. Экспозиция фотографий фронтовиков в деревне Сопка – начало цикла выставок под общим названием «Память не уходящая». Каждый год в Центре декоративно-прикладного творчества будут проходить выставки, посвященные бойцам той или иной деревни. В планах организаторов – охватить все населенные пункты Ненецкого округа. Знаменательно то, что мы начинаем с Сопки, потому что здесь не только людей уже нет в живых, о которых мы рассказываем, но и деревни уже нет на карте. То есть в самой деревне уже нет, только осталась память. Память тех людей, которые там жили, память у детей тех людей, которые там жили. Поэтому вот такие выставки должны, на мой взгляд, должны быть интересны жителям Ненецкого округа. О военных судьбах Сопчан может узнать каждый. Выставка работает ежедневно и продлится до конца мая.